Глава двадцать пятая из Второй книги Моисея «Исход» И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них, золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и весон, и козью, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева сеттим, Елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для ефода и для наперстника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скини, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Сделайте ковчег из дерева сеттим, длина ему два локтя с половиной, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя. И обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец. И вылей для него четыре кольца золотых, и утверди на четырех нижних углах его, два кольца на одной стороне его, два кольца на другой стороне его. Сделай из дерева сеттим шесты, и обложи их золотом, и вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты, и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота, длина ее два локтя с половиной, а ширина ее полтора локтя. И сделай из золота двух херувимов, чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми крыльями, вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. К крышке будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилевым. И сделай стол из дерева сетим длиною в два локтя, шириной в локоть, а вышиною в полтора локтя. И обложи его чистым золотом, и сделай вокруг его золотой венец, и сделай вокруг его стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него четыре кольца золотых, и утверди кольца на четырех углах у четырех ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева сетим, и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими, из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлеб и предложение пред лицом моим постоянно. И сделай светильник из золота чистого, чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Шесть ветвей должны выходить из боков его, три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоками и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под двумя ветвями его и яблоко под другими двумя ветвями и яблоко под третьими двумя ветвями его. Яблоки и ветви его из него должны выходить, он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота, из таланта золота чистого пусть сделает его со всеми сими принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Продолжение следует...